Двое слились в одно и нередко из этого единства возникает третье существо в физической форме. Вот так воплощается Тамери. Плоть от плоти, кровь от крови. Они буквально создали жизнь. Разве я не говорил, что вы боги? Этот танец, который я только что описал, этот обмен энергии происходит постоянно, во всем и со всем. Твоя энергия, которая излучается, как золотой свет, постоянно взаимодействует со всем и с каждым другим. Чем ближе вы, тем интенсивнее энергия, чем дальше, тем тоньше, но ты никогда не отделен ни от чего полностью. Между тобой и любым другим человеком, местом или вещью существует точка, именно в ней две энергии соединяются и образуют третью, намного менее интенсивную, но не менее реальную единицу энергии. Всякий человек и любая вещь на планете, как и во всей Вселенной, излучает энергию во все стороны. Эта энергия смешивается со всеми другими энергиями, пересекаясь вдоль или поперек с такой сложностью, что и вообразить невозможно. Эти пересекающиеся, смешивающиеся, переплетающиеся энергии, стремительно перемещающиеся среди всего, что вы называете материальным, и есть то, что связывает материальность воедином. Это и есть матрица, о которой я говорил. Именно через эту матрицу вы посылаете друг другу сигналы, послания, замыслы, исцеления и другие физические воздействия, созданные отдельными личностями и главным образом массовым сознанием. Эти бесчисленные энергии, как я уже говорил, притягивают друг друга. Это называется законом притяжения. Согласно этому закону, подобное притягивает подобное. Одинаковые мысли притягивают такие же мысли по матрице. Когда достаточное количество таких мыслей, так сказать, состыковывается, их вибрации становятся тяжелее, скорость замедляется, и некоторые мысли становятся материальными. Мысли действительно создают физическую форму. Когда много людей думает об одном и том же, то велика вероятность, что их мысли создадут действительность. Вот почему слова «мы за тебя помолимся» такие мощные. Можно написать целую книгу с доказательствами чудодейственности молитвы, когда молятся сообща. Вы постоянно притягиваетесь, вовлекаетесь в процесс единения друг с другом и со всем, что есть в матрице. Потом, в момент соединения, ты отталкиваешься от этого союза, сделав сознательный выбор. Твой выбор – оставаться свободным от него, чтобы ты мог пережить это на опыте. Ибо, став однажды частью этого единства и оставшись там, ты не можешь знать его как единство, потому что тебе больше неведомо разъединение. Другими словами, чтобы Бог мог познать себя как все, этот Бог должен узнать себя не как все это. Через вас, как и через любые другие единицы энергии во Вселенной, Бог знает себя как части всего и тем самым дает себе возможность познать себя как все во всем на своем собственном опыте. Я могу испытать то, что я есть, только испытав то, что не есть я. Ты видишь эту божественную дихотомию? То, что не есть я – это тоже я. Отсюда и утверждение – я есть то, что я есть. Словно какая-то неведомая сила влечет вас друг к другу, чтобы потом вы отпрянули и разъединились, чтобы потом броситься навстречу друг другу вновь и снова расстаться, а потом ненасытно, страстно, неудержимо стремиться к полному единению вновь. Вместе-врось, вместе-врось, вместе-врось танцуют ваши тела и двигаются так естественно и так инстинктивно, что вы очень мало осознаете преднамеренность действия. Наступает момент, когда все происходит автоматически. Ваши тела не нужно учить, что делать, они просто делают это с неотступностью, как и сама жизнь. Это и есть жизнь, и она выражает себя как жизнь. И сама жизнь порождает новую жизнь, в лоне собственного опыта. Вся жизнь следует этому ритму, вся жизнь и есть ритм. А значит, вся жизнь наполнена благодатным ритмом Бога, тем, что вы называете циклами жизни. Пища выращивается по циклам, времена года приходят и уходят, планеты вращаются и движутся по орбитам, солнце взрывается и сжимается, а потом взрывается вновь, вселенные вдыхают и выдыхают. И все это происходит, абсолютно все, по кругу, в ритме, с вибрациями, соответствующими частотам Бога, Богини, всего. Потому что Бог — это все в целом, и Богиня — это все, что есть. И нет ничего другого, и все, что когда-либо было и есть сейчас, и когда-либо обязательно будет, — это твоя жизнь без конца. Аминь. Это у меня подчеркнуто тремя чертами. Не только в том, что касается сексуальности, а вообще во всем жизни никогда, никогда, никогда не думай, что ты не можешь делать что-то только потому, что это могло бы нарушить чьи-то правила пристойности. Если бы мне надо было повесить на бампере своей машиной лозунг, то я бы выбрал такой «Нарушайте пристойность». И уж, конечно, я повесил бы такую же табличку в каждой спальне. «Нарушайте пристойность». Пристойное поведение — это не всегда то, что лучше всего для тебя. Такое поведение редко доставляет тебе большую радость. Принимая любое решение, задавай себе самый главный вопрос. Что бы сейчас сделала любовь? Естественно, это у меня подчеркнуто тремя чертами. Принимая любое решение, задавай себе самый главный вопрос. Что бы сейчас сделала любовь? Любовь к себе и любовь ко всем другим. Кто в это вовлечен и на кого это влияет. Если ты любишь другого, ты не сделаешь того, что могло бы причинить вред тому человеку. Если в этом есть какие-то сомнения, то ты подождешь, пока все не прояснится. Я повторю то, что уже говорил. Измена самому себе, чтобы не изменить другому, это все равно измена, и это наивысшая измена. Ваш Шекспир выразился по-другому, тремя чертами. Всего превыше верен будь себе. Тогда, как утро следует за ночью, последует за этим верность всем. Ты предполагаешь, что человек всегда сделает эгоистический выбор, как это у вас называется. Я говорю тебе, человек способен сделать высший выбор. Но я также говорю, высший выбор не всегда тот выбор, который угоден другим. О, ты всегда должен ставить себя на первое место. Потом, в зависимости от того, что ты пытаешься сделать или хочешь испытать, ты сделаешь свой выбор. Когда твоя цель, цель твоей жизни высока, то и твои решения будут такими же. Поставить себя на первое место, это не значит быть эгоистом, как вы это называете. Это значит знать себя. Вопреки вашим представлениям, не послушание мне нужно от вас. Послушание – это не рост, а я хочу именно роста. Вы, в сущности, состоите из трех частей. Но большинство людей воспринимают себя только как тело. Даже ум остается забытым после того, как возраст перевалил за 30. Никто не читает, никто не пишет, никто не учит, никто не учится. Ум позабыт. Его не питают, не тренируют, не дают ничего нового. Требуют от него минимум деятельности. Ум не накормлен, не пробужден. Его боюкают, отупляют. Ты делаешь все, чтобы не включать его в работу. Телевидение, фильмы, бульварное чтиво. Чтобы не делать, только не думать, не думать, не думать. Так большинство людей проживает жизнь на уровне тела. Накормить тело, укрыть тело, дать телу начинку. Большинство людей за многие годы не прочитали хорошие книги. Я имею в виду такое, что может чему-то научить. Зато они знают всю телевизионную программу на неделю. Есть в этом что-то очень грустное. Правда в том, что большинство людей не хотят думать. Они выбирают лидеров, поддерживают правительство, следуют религиям, которые не требуют от них мыслить самостоятельно. Облегчите мою задачу, скажите мне, что надо делать. Большинство людей хотят этого. Где мне сидеть, где мне стоять, как мне приветствовать, когда мне платить, что мне делать, какие правила, какие ограничения. Скажите мне, скажите мне, скажите. Я сделаю, только кто-нибудь скажите мне, что именно. Затем к ним приходит неудовлетворение, разочарование. Они следовали всем правилам, они делали все, как было велено. Что же оказалось не так? Когда все пошло не туда? Почему все расстроилось? Все расстроилось потому, что остался невостребованным твой ум, величайший творческий инструмент, который когда-либо у тебя был. Пришло время снова с ним подружиться. Будь его товарищем, ведь ему так одиноко. Будь его кормильцем, ведь он так голодал. Некоторые из вас, очень немногие, понимают, что у них есть тело и ум. Они хорошо обращаются со своим умом. И все же среди тех, кто уважает ум и умственную деятельность, лишь единицы научились использовать более одной десятой всех его возможностей. И если бы ты знал, на что твой ум способен, ты бы никогда не переставал прибегать к его чудодейственным силам. И если число тех, кто живет и умом, и телом невелико, то число тех, кто видит себя как триединое существо, тело, ум и душа, совсем ничтожно. И все же вы триединые существа. Вы больше, чем просто тело, и больше, чем тело, наделенное умом. Заботишься ли ты о своей душе? Замечаешь ли ее? Летишь или причиняешь ей боль? Ты растешь или вянешь? Расширяешь себя или ограничиваешь? Тремя чертами дальше. Твоя душа так же одинока, как и твой ум? Или ты еще больше пренебрегаешь ее? Когда ты в последний раз чувствовал, как твоя душа выражает себя? Когда в последний раз плакал от радости, писал стихи, сочинял музыку, танцевал под дождем, пек пирог, рисовал что-нибудь, чинил что-нибудь сломанное, целовал ребенка, подносил кошку к лицу, лазил по горам, плавал голым, гулял на восходе солнца, беседовал до зари, занимался часами любовью, на пляже, в лесу, общался с природой, искал Бога? Когда в последний раз ты сидел один в тишине, путешествуя по самым глубинам своего существа? Когда в последний раз ты говорил «Привет» своей душе? Когда ты живешь как одностороннее создание, ты глубоко погружаешься в заботы, в заботы тела. Деньги, секс, власть, вещи, физические потребности и их удовлетворение, безопасность, слава, финансовый достаток. Когда ты живешь как двустороннее создание, то ты расширяешь круг своих интересов на деятельность ума, общение, творчество, развитие новых мыслей, новых идей, постановка новых целей, новых задач, личностный рост. Когда ты живешь как три единое существо, ты достигаешь баланса в себе самом. Твои дела включают в себя интересы души, духовное самопознание, цель жизни, отношения с Богом, эволюционный путь, духовный рост, высшая участь. Эволюционируя к более высоким состояниям сознания, ты достигаешь реализации каждого аспекта своего существа. И все же эволюция не означает отбрасывание одних аспектов себя в пользу других. Она просто означает расширение кругозора, переход от полной вовлеченности в один аспект, к пониманию и любви ко всем аспектам. Нью. Разве не правда, что многие люди, достигнувшие высокого уровня развития, отказались от секса? Ответ. Не в общепринятом смысле слова отказаться. Это не принуждение по поводу чего-то, чего ты до сих пор хочешь, но знаешь, что это нехорошо. Это скорее избавление, шаг в сторону. Как кто-то, например, может отказаться от добавки десерта. И не потому, что десерт плох, и даже не потому, что это тебе не на пользу, а просто потому, что каким бы вкусным он ни был, ты уже сыт. То же самое может быть в отношении секса. И ты можешь поступить так же. Но опять же, ты можешь и не захотеть этого. Возможно, тебе никогда и не придет в голову, что с тебя довольна. И ты всегда можешь хотеть испытывать этот жизненный опыт в гармоничном сочетании с другими видами опыта твоего бытия. И это хорошо. Это нормально. Сексуально активные не меньше способны к просветлению и не менее развиты в духовном плане, чем сексуально неактивные. Именно в благодарности за все, что есть в жизни, проявляется почтение к процессу, который я создал. Презрение к жизни и к любым ее радостям, пусть даже самым примитивным, это презрение ко мне, создателю. Ведь если вы называете мое творение нечестивым, то как же вы называете меня? Но когда вы относитесь к моему творению как к священному, вы воспринимаете как святость переживание его на своем опыте, а значит и меня тоже. Во-первых, давай еще раз уясним, что нет ничего, что Бог не одобряет. Я не рассиживаюсь здесь и не сужу, что один поступок это добро, а другой зло. Ни один поступок, который причиняет боль другому, не ведет к быстрой эволюции. Есть также второй принцип. Ни одно действие, предполагающее участие в нем другого человека, не может быть предпринято без его согласия. Позволь мне сказать, все что без любви, не самый быстрый путь к богине. Будь это секс без любви, или спагетти с тефтелями без любви. Если ты устроил пир и поглощаешь все это без наслаждения, то ты упускаешь самую удивительную часть жизненного опыта. Будет ли неправильным лишать себя этого? Опять же, неправильно здесь может быть не самым подходящим словом. Невыгодно было бы точнее, если учесть твое желание стать как можно быстрее высокоразвитым духовным человеком. Дети с самого начала своей жизни осознают свою половую принадлежность. То есть можно сказать, что они осознают свою человеческую природу. Сейчас многие родители на всей планете пытаются отбить у них охоту замечать это. Если детская ручонка тянется не туда, вы убираете ее оттуда. Если крохотный ребенок в невинных забавах находит возможность получить удовольствие, забавляясь собственным телом, то вы с ужасом на это реагируете и передаете этот ужас своему ребенку. Ребенок удивляется. Что я сделал? Что я такого сделал? Мама в ужасе. Что же я такого натворил? Четко усвоив все, что связано с половыми органами, нужно скрывать, молчать об этом и не иметь с этим никаких дел. Ваши отпрыски потом стремительно вступают в возраст половой зрелости и не знают, как относиться к тому, что с ними происходит. Они к этому абсолютно не готовы. Они ведут себя жалким образом и реагируют на новые и самые непреодолимые желания неумело, если не сказать совсем неуместно. Перестаньте наставлять своих детей с самого раннего детства, что все, что связано с естественно функционированием тела, постыдно и достойно осуждения. Прекратите показывать детям пример того, что все имеющее отношение к сексу надо скрывать. Позвольте своим детям видеть и наблюдать романтическое в вас. Пусть они видят, как вы обнимаетесь, прикасаетесь друг к другу, ласкаетесь. Пусть они видят, что родители любят друг друга и что выражать свою любовь физически это так естественно и так замечательно. Удивительно, но во многих семьях такого простого урока никогда не преподавали. Когда ваши дети начнут воспринимать свои собственные сексуальные чувства, любопытство и влечение, побудите их связать этот новый для них расширяющийся опыт познания себя с внутренним чувством радости и торжества, а не с чувством вины и стыда. Поэтому говорите со своими детьми о сексе. Смейтесь доброжелательно по поводу секса, наставляйте их, позволяйте им, напоминайте им и показывайте им пример, как надо радоваться своей сексуальности. Именно этим вы можете помочь своим детям. Делайте это с самого первого дня их рождения, с того самого момента, когда они ощущают ваш первый поцелуй, объятие, прикосновение. И пусть они видят, как вы дарите все это друг другу. Наслаждайтесь всем, не нуждайтесь ни в чем. Тремя чертами. Наслаждайтесь всем, не нуждайтесь ни в чем. Мудрость – это примененное знание. Нил. Выходит, мы должны стараться дать своим детям не знание, а мудрость? Ответ. Прежде всего, не надо стараться что-то делать. Просто делайте. Во-вторых, не пренебрегайте знаниями в угоду мудрости. Это может стать роковым. С другой стороны, не пренебрегайте мудростью в угоду знания. Это тоже может оказаться роковым. Это погубит образование. На вашей планете это уже происходит. Нил. Разве мы пренебрегаем мудростью в угоду знаниям? Ответ. В большинстве случаев – да. Нил. Как такое может быть? Ответ. Вы учите своих детей, что думать, вместо того, чтобы учить, как думать. Вы учите своих детей, что думать, вместо того, чтобы учить их, как думать. Нил. Но не бывает мудрости без знаний? Ответ. Согласен. Вот поэтому-то я и сказал, что вы не должны пренебрегать знаниями в угоду мудрости. Определенный объем знаний должен перейти от одного поколения к другому. Это очевидно. Но как можно меньше. Чем меньше, тем лучше. Пусть ребенок постигает сам. Зная это, знание утрачивается. Мудрость невозможно забыть. Чтобы защитить свой образ жизни, вы придумали систему образования, в основе которой лежит развитие памяти детей, а не их способностей. Детят учат запоминать факты и вымыслы. Вымыслы, которые каждое общество о себе придумало. В них не развивают способности находить и создавать правду о самих себе. Вот в чем суть. Вы не хотите, чтобы ваши молодые люди приходили к собственным заключениям. Вы хотите, чтобы они пришли к тем же выводам, что и вы. Таким образом, вы обрекаете их повторять те же ошибки, к которым привели вас ваши заключения. Но ваш мир выбился из-под контроля не из-за того, что вы разрешили школам учить своих детей чему-то. Он стал неуправляемым из-за того, что вы не разрешили учить. Дальше тремя чертами. Вы не разрешили своим школам учить, что любовь – это все, что есть. Вы не разрешили своим школам говорить о бескорыстной любви. Я сказал, так почему же вы этого не делаете? Почему вы не оглянулись, не научились на своем прошлом и не сделали по-другому? Я скажу тебе почему. Потому что позволить детям заглянуть в прошлое и осмыслить его критически. Фактически, потребовать, чтобы это было обязательным в их обучении. Было бы рискованным, потому что они могли бы не согласиться с тем, как вы вершили дела. Молодежь действительно рушит ваш образ жизни. Молодежь всегда это делала. Ваше дело воодушевляет их, а не отбивать у них охоту. Не молодежь вырубает леса. Они просят вас не делать этого. Не молодежь разрушает озоновый слой. Это они просят вас не делать этого. Не молодежь эксплуатирует труд бедных на тяжелых работах по всему миру. Это они просят вас не делать этого. Не молодежь до смерти изнуряет вас налогами, используя потом эти деньги на войны и вооружение. Это они просят вас прекратить это. Не молодежь игнорирует проблемы слабых и обездоленных, позволяя сотням людей ежедневно умирать от голода на планете, где достаточно еды, чтобы накормить каждого. Это они просят вас не делать этого. Почему вы отдаете своих детей в школы, где позволяют и поощряют соперничество, где поощряют тех, кто ведет себя лучше и выучил больше, где ставят оценки за поведение и с трудом терпят, если кто-то пытается идти в своем собственном темпе? Что ваш ребенок извлекает из этого? Почему вы не учите своих детей движению, музыке и радости искусства, таинству сказок, чуду жизни? Почему вы не стараетесь обнаружить в ребенке естественные задатки, а стремитесь вложить в него то, что ему не свойственно? Почему вы не позволяете своим детям постигать логику, научиться мыслить критически, решать проблемы, созидать, используя механизмы их собственной интуиции? И самое глубокое внутреннее знание, вместо правил и отработанных схем для запоминания и готовых выводов общества, которое уже доказало свою неспособность развиваться, следуя этим методам, но все еще продолжает ими пользоваться. И наконец, учите понятиям, а не предметам. Разработайте новый курс обучения и построите его на трех основных понятиях осознание, честность, откровенность. Учите детей этим понятиям с самого раннего детства. Пусть они учатся этому всю жизнь до последнего дня. Пусть самой основой модели обучения будут дети. Пусть процесс обучения исходит из глубоких внутренних потребностей детей. Я говорю тебе, пока вы не захотите принять на себя ответственность за все, что происходит, вы ничего не можете изменить. Нельзя то и дело твердить, что это они сделали, что это они все еще продолжают так делать, и пусть бы они что-то исправили. Вспомню чудесную фразу, которую произнес персонаж Пога из комикса Уолта Келли, и никогда не забывая ее. Мы повстречались с врагом, и враг тот, мы сами. Вы не понимаете самые основные принципы цивилизованных обществ. Вы не знаете, как улаживать конфликты без насилия. Вы не знаете, как жить без страха. Вы не знаете, как действовать без выгоды для себя. Вы не знаете, как любить без всяких условий. Все это основные, базовые принципы. А вы еще не подошли к тому, чтобы даже начать их понимать, уж не говоря о том, чтобы воплощать их в жизнь. Тысячи и тысячи лет спустя. Необходим сдвиг в коллективном сознании, а не насаждение коллективного сознания. Поведение, как и все законы, программы правительства, должно проистекать из бытия и истинно отражать, кто вы есть. Наступило время, чтобы мир перестал обманывать себя, пробудился и осознал, что единственная проблема человечества – дефицит любви. Любовь порождает терпимость, терпимость порождает покой. Нетерпимость становится причиной войн и с безразличием относится к невыносимой обстановке. Любовь не может быть равнодушной, ей это неведомо. Самый быстрый способ добиться любви и заботы обо всем человечестве – воспринять человечество как свою семью. Самый быстрый способ воспринять все человечество как свою семью – перестать отделяться от остального мира. Все страны, существующие в нынешнем мире, должны объединиться. Любой конфликт возникает из неадекватного желания. Во всем мире единственный прочный мир – это внутренний мир. Пусть каждый человек обретет мир внутри себя. Когда ты обретаешь внутреннее спокойствие, ты также начинаешь понимать, без чего ты не можешь обходиться. Это значит, что тебе уже просто больше не нужны определенные вещи из внешнего мира. Безнадобность, необремененность потребностями – это большая свобода. Прежде всего, это освобождает тебя от страха. Страха, что есть что-то, чего у тебя не может быть. Страха, что у тебя есть что-то, что ты можешь потерять. Страха, что не имея чего-то, ты не будешь счастлив. Во-вторых, безнадобность освобождает тебя от гнева. Гнев – это проявленный страх. Когда тебе нечего бояться, тебе не из-за чего сердиться. Когда ты обретаешь внутренний мир, покой, как отсутствие, так и присутствие какого-то человека, места или вещи, условия, обстоятельства или ситуации, не может быть создателем состояния твоего разума или причиной твоих переживаний в жизни. Одна такая простая перемена – искать и найти внутренний покой. Если так сделает каждый, это положит конец всем войнам, ликвидирует конфликты, предотвратит несправедливость и установит прочный мир на земле. Никакая другая формула не нужна и невозможна. Мир в мире – это личное дело. Нужно менять не обстоятельства, нужно менять сознание, искать и найти внутренний покой. Если так сделает каждый, это положит конец всем войнам, конфликтам. Нелегко такое слышать, но я говорю тебе – во всем есть совершенство, стремись видеть совершенство. Я говорю именно об изменении сознания. Не нуждайся ни в чем, желай все, выбирай то, что тебе очевидно. Чувствуй своими чувствами, плачь своими слезами, смейся своим смехом, почитай свою правду, но когда все эмоции уйдут, будь спокоен и знай, что я есть Бог. Другими словами, даже в разгар величайшей трагедии, увидь великолепие процесса. Даже если ты умираешь с пулей в груди, даже если тебя насилует банда, сейчас это воспринимается как что-то невозможное, но когда ты приближишься к божественному сознанию, у тебя это получится. Тебе когда-нибудь доводилось говорить с человеком, у которого машина неожиданно свалилась с моста? Или он находился под прицелом наставленного на него оружия? Или едва не утонул? Очень часто такие люди расскажут тебе, что время замедляло ход, их охватывало странное спокойствие, совсем не было страха. Не бойся, ибо я с тобой. Вот что можно поэтически сказать человеку, который стоит перед лицом беды. В самый мрачный твой час я буду твоим светом, в самую тяжелую минуту я буду твоим утешением, в самые тяжелые времена твоих испытаний я буду твоей силой, поэтому верь. Я твой пастырь, ты не попадешь в беду, я приведу тебя в райские кущи, я покажу тебе тихие воды. Я верну твою душу в прежнее состояние и поведу тебя путями праведности во имя мое. И, идя по долине смерти, не бойся зла, ибо я с тобой, мой жезл и мой посох поддержат тебя. Я готовлю тебе трапезу в присутствии врагов твоих. Я умаслю и елеем твою голову, и чаша твоя будет полной. Доброта и милосердие обязательно будут сопровождать тебя всю твою жизнь до единого дня, и ты останешься в доме моем и сердце моем навсегда. Ничего другого не происходит, ни для чего другого душа не предназначена. Ты стремишься быть и испытать, кто ты действительно есть, и создать это. Ты заново создаешь себя в каждый момент сейчас. Ты слышал? Твой вопрос всегда должен быть «чего я здесь хочу», а не «чего здесь хотят другие». Цель твоих святых взаимоотношений с любым другим человеком, местом или вещью, не в том, чтобы установить, что они хотят и что им нужно, а что тебе нужно и что ты хочешь, чтобы расти, чтобы быть тем, кем ты хочешь быть. Я придумал для вас способ, как творить заново и знать, кто ты есть по собственному опыту. Я сделал, обеспечив вас следующим. Первое. Относительностью. Системой, внутри которой ты можешь существовать, как субъект в отношении с чем-то другим. Второе. Забвением. Процессом, с помощью которого ты добровольно подчиняешься полной амнезии, чтобы не знать, что относительность – это просто хитрость, и что ты – все это. Третье. Сознанием. Состоянием бытия, в котором ты растешь до тех пор, пока не достигнешь полной осознанности и не станешь потом настоящим и живым богом, который создает и испытывает свою собственную реальность, расширяет и изучает эту реальность, изменяет и переделывает эту реальность по мере того, как ты расширяешь свое сознание до новых пределов, или, скажем, до безграничности. В этой парадигме сознание – это все. Сознание, то есть то, что ты действительно осознаешь, – это основа всей истины, а значит и всей духовности. Нил. Но в чем же смысл всего этого? Сначала ты заставил нас забыть, кто мы есть, чтобы мы смогли вспомнить, кто мы есть. Ответ. Не совсем так. Чтобы ты мог создать себя таким, как ты есть, и кем ты хочешь быть. Это акт Бога, который и есть Бог. Это я, который и есть я через тебя. В этом смысл всей жизни. Через тебя я испытываю, кто и что я есть. Без тебя я мог бы знать, но не испытать этого. Знать и испытывать – это две разные вещи. Всякий раз я выберу испытание. На самом деле я так и делаю. Через тебя. Запомни, что самую большую помощь, которую ты можешь оказать человеку, – это пробудить его, напомнить ему, кто он есть на самом деле. Для этого есть много способов. Иногда немного помочь, подтолкнуть, расшевелить, натолкнуть на мысль. А иногда дать возможность идти своим путем, идти своим шагом, без каких-либо вмешательств и вторжений с твоей стороны. Великий дар Иисуса был в том, что он всех видел такими, какие они были на самом деле. Он не принимал людей по внешности. Он не воспринимал людей такими, как они себя сами воспринимали. Его представление о людях всегда было выше. И он всегда побуждал людей делать то же самое. Многие действительно обращали свою веру к нему, и до сегодняшних дней он помогает тем, кто взывает к его имени. Потому что его душа посвятила себя пробуждению тех, кто хочет полностью пробудиться и жить во мне. Трудность в том, что доброта и честность имеют отношение к морали, а не к политике. Правительство – это попытка людей узаконить доброту и гарантировать честность. Подчеркнуто. На самом деле, даже основные законы, запрещающие убийство, нанесение ущерба, мошенничество или проезд на красный свет, были бы не нужны и не требовались бы, если бы люди везде просто следовали законам любви, то есть Божьему закону. Нужен рост сознания, а не рост правительства. Проблема не в том, чтобы уравнять всех, а в том, чтобы предоставить каждому гарантию на их, по крайней мере, элементарное право жить достойно, чтобы каждый мог потом иметь шанс выбирать, что еще ему нужно, кроме этого. Я говорю тебе, сострадание никогда не кончается, любовь никогда не прекращается, терпение никогда не иссякает в Божьем мире. Только в человеческом мире доброты недостаточно. В моем мире доброта бесконечна. Тремя чертами. Вы должны перестать воспринимать Бога отдельно от вас и себя, отдельно друг от друга. Единственное решение – это элементарная истина. Во Вселенной ничто не существует отдельно от чего-то другого. По существу все взаимосвязано, неизбежно взаимосвязано, взаимодействует, вплетено в ткань всей жизни. Любое правительство, любая политика должны быть основаны на этой истине. Все законы должны основываться на этом. Это будущая надежда вашей расы, единственная надежда для вашей планеты. Вы должны перестать воспринимать Бога отдельно от вас и себя, отдельно друг от друга. Единственное решение – это элементарная истина. Во Вселенной ничто не существует отдельно от чего-то другого. По существу все взаимосвязано, неизбежно взаимозависимо, взаимодействует, вплетено в ткань всей жизни. Любое правительство, любая политика должны быть основаны на этой истине. Все законы должны основываться на этом. Это будущая надежда вашей расы, единственная надежда для вашей планеты. Нил, с чего мне начать? Ответ. Будь светом в этом мире и не причиняй ему вреда. Стремись строить, а не разрушать. Приведи людей моих домой. Нил, как? Ответ. Своим ярким примером стремись только к божественному. Говори только правду. Действуй по любви. Живи по закону любви сейчас и навсегда. Отдавай все, не требуй ничего. Избегай мирских помыслов. Не принимай неприемлемого. Учи всех, кто к этому стремится, знать правду обо мне. Пусть каждый момент твоей жизни будет проявлением любви. Используй каждый момент для высших помыслов, для самых благородных слов, для самых достойных поступков. Славь всем этим свою святость и тем самым славь и меня тоже. Привноси мир на землю, принося покой всем тем, с кем ты соприкосаешься в жизни. Будь миром. Чувствуй и выражай в каждый момент свою божественную связь со всем и с каждым человеком, местом, вещью. Принимай любое обстоятельство. Бери на себя вину за все. Делись всеми радостями. Размышляй обо всем таинственном. Ставь себя на место любого человека. Прощай любую обиду, включая свою собственную. Исцеляй любое сердце. Почитай правду любого человека. Люби всех богов, в котором человек поклоняется. Защищай права каждого человека. Поддерживай достоинства каждого. Поддерживай интересы каждого. Обеспечивай потребности каждого. Полагайся на святость каждого человека. Раскрывай великие таланты каждого человека. Содействуй счастью каждого человека. И утверждая безмятежное будущее каждого человека во имя преданной любви Бога. Будь живым, дышащим примером высочайшей правды, которая живет в тебе. Говори о себе скромно, чтобы кто-то не принял по ошибке твою высочайшую правду за хвастовство. Говори тихо, чтобы никто не подумал, что ты просто стараешься привлечь внимание. Говори спокойно, чтобы всякий мог почувствовать любовь. Говори открыто, чтобы никто не подумал, что ты что-то скрываешь. Говори искренне, и ты не ошибешься. Говори честно, чтобы слово твое дошло. Говори с любовью, чтобы каждый звук исцелял. Говори обо мне в каждом своем высказывании Переврати свою жизнь в дар Помни всегда, что ты дар Будь даром для каждого, кто входит в твою жизнь И для каждого, в чью жизнь входишь ты Будь осторожен и не входи в жизнь другого человека, если ты не можешь быть даром Я говорю тебе, каждый человек, который когда-либо пришел к тебе, пришел, чтобы получить от тебя дар Поступая таким образом, он одаривает тебя Ты получаешь дар пережить и исполниться тем, кто ты есть Когда ты видишь эту простую истину, когда ты понимаешь ее, ты познаешь самую величайшую истину из всех Я не послал тебе никого, кроме ангелов Именно Иисус говорил вам, что я скажу тем, кто по правую сторону от меня Придите, благословенные дети мои, и наследуйте царство, которое я вам уготовил Ибо алкал я, и вы дали мне есть Жаждал, и вы напоили меня Был странником, и вы приняли меня Я был наг, и вы одели меня Был болен, и вы посетили меня В темнице был, и вы пришли ко мне Тогда они скажут мне Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили Или жаждущим и напоили Когда мы видели тебя странником и приняли Или нагим и одели Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе И я скажу им в ответ Тремя чертами Истинно Истинно говорю вам Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших То сделали мне Вот истина моя, и она навеки Истинно Истинно говорю вам Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших То сделали мне Вот истина моя, и она навеки